Всем привет! С вами снова портал Slay Energy И на салонах Архиза мы познакомим вас сегодня с новой темой Разгрузка вниз В частности, повороты с разузкой вниз В этом вам помогать будут Илья Кощенко, инструктор междуном на категории по сноуборду Алина, девушка, недавно вставшая на сноуборд И Андрей уже достаточно опытный сноубордист Начнем? Привет, я Клим Я собираюсь поехать кататься И беру с собой своих друзей А друзья берут с собой сноуборды, лыжи, тюбинги и, конечно, кота И что же делать, если в машине нет места для всего этого добра? Нужно просто избавиться от друзей Ну а если для вас такой вариант не подходит Тогда на помощь придут боксы для автомобилей Инна Они не боятся перепадов температуры и не выгорают на солнце Хорошо смотрятся на любом авто Трехточечный замок не заедает и надежно закрывается Особенностью боксов Инна является их аэродинамичная форма и эргономика В такой бокс может поместиться 6 сноубордов или 8 пар лыж И даже один небольшой друг Установить бокс можно самому Монтаж занимает несколько минут, не требует дополнительных инструментов Выбрать бокс можно на официальном сайте по ссылке в описании Там же можно найти список магазинов, где продаются боксы Инна И первое, что мы с вами сделаем, это попробуем понять принцип разгрузки вниз Без сноубордов, просто на наших ножках Потому что любую анатомическую особенность того или иного движения Можно понять даже не двигаясь на сноуборде Как только вы почувствуете ее на месте Вам будет достаточно просто понять, что я от вас буду просить на склане Если вы смотрели наши предыдущие выпуски, а в частности выпуск рычаги и точки опоры, а также разгрузка вверх То вы должны были запомнить, что повороты на переднем канте и повороты на заднем канте контролируются разными ножками Передний кант мы удерживаем передней ногой, задний кант задний Необходимо научиться переносить вес ноги на ногу Помните такое? Да Если же вы этого не помните, обязательно посмотрите по этой ссылке Что мы делали в прошлые разы? Пробовали находить переднюю ножку, там пальчики облокачиваются на нее Либо находить пяточку облокачиваться на нее В разгрузке вверх мы выдавливали себя ножкой ровно вверх Что приводило к тому, что вес был вынужден перейти на свободную ногу И оказывался, соответственно, на другой ноге В разгрузке вниз принцип немного другой И, к сожалению, то, что я вижу, очень часто люди объясняют, что для разгрузки вниз надо куда-то сильно сесть И в итоге, то, что я вижу на склонах, люди едут, встают, встают, встают А потом двумя ножками пытаются все силы сесть и плечами перетянуться Ну, поворот Никого никуда садить не нужно Потому что как только вам говорит слово сесть Вы сразу вспоминаете про всю попу целиком И пытаетесь ей в буквальном смысле куда-то сесть В нашем же случае нас интересует исключительно вертикальная работа в коленях То есть ни плечи, ни живот, ни тем более грудь никуда семунуться вниз не должны А должны работать только коленки И хотите самый большой секрет? Вы в курсе, что вертикальная работа или разгрузка вниз, разгрузка вверх Не выполняется за счет вертикальной работы ваших суставов? А за счет чего? Вот правильно, опытный сноубористик сразу спросил, за счет чего? На самом деле, работа, которую необходимо выполнить вашими суставами является горизонтальной Именно она позволяет вам становиться выше либо ниже И видите, Андрей, он такой Что? Что происходит? И Алина тоже немножко не понимает Для того, чтобы ваше тело ушло вниз, необходимо сделать следующее Согнуть ваши колени, верно? А ваши колени что, способны разбегнуться вверх или вниз? Вы способны поднять себя в плечики, удерживать таз, найти стопы А чтобы опуститься вниз, не опускайтесь Найдите колени и выведите их вперед из-под себя А чтобы встать, колени обратно к себе То есть для вертикальной работы необходимо коленями работать вперед от отпоры И обратно к опоре То есть по факту вертикальная работа с точки зрения контроля ног является горизонтальной И как только вы понимаете эту особенность И начинаете именно коленочки выводить из-под опоры А далее обратно затягивать в себе У вас появляется вертикальная работа, в которой ничего, никуда не заваливается Но как только вы начинаете думать о вертикальной работе, как о попытке сесть вниз Тут подключается наклон плеч, тяга попа вниз и много других моментов Попробуй как-нибудь сесть вниз, именно пытаясь опуститься вниз Это вот и пересед в тренажерке, верно? Да Попа отошла назад, а теперь ставь стойку Удерживай стойку на допоры и аккуратненько выводи коленочки И смотри, попа уже никуда не ушла Таз, вес остается на центр доски Центр массы никуда не уходит И давайте коленочки максимально вперед К пальчикам Для того, чтобы согнуть нужно, чтобы коленочки Прямо вперед к пальчикам ножик выводим Еще, еще, еще Вот видите, как только она начала пытаться попа опускать У нее появились проблемы Наклон груди, попа назад А необходимо, удерживая ровно ручки, ножки Встать в стоечку И коленочки вот здесь просто начни как бы удерживать сверху Вот этим местом щипать мой пальчик Держим вес на своих ногах Держим ступни, плечи над ступнями и коленки Вот еще, 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 еще Вот, вот оно сесть А теперь коленочки затягиваем обратных плечиком Опять коленочки аккуратно выводим вперед Плечами вниз не падаем Видите, как только она падает плечами, она теряет баланс Коленки к себе Коленки от себя А осанку держим, линию держим Коленки от себя к себе Коленки от этой линии То есть вы должны в уме как бы почувствовать Ось между плечами, тазом и ногами Линию И уже из этого веса выводить коленочку Вот, хорошо Попробуй сама Не наклоняйся Держись только на левой ножке Вот коленочки из-под себя А смотрите, в чем проблемка Очень частая ошибка Ваша задача именно стараться весом Держаться плечи, таз, а дальше ступни И ни в коем случае не переспалять вес на колени Очень часто же, когда немножко выводятся коленки вперед Дальше ошибочно, вместо того, чтобы все-таки висеть над ступнями Люди начинают от бедер падать на колени Из-за этого дальнейшее сгибание колен придет к падению Именно поэтому они перекращают это делать Ваша задача Коленочки вперед К себе Коленочки вперед, груди Прям коленочки вперед, груди Вот, хорошо, вверх Коленки вперед, груди Вот, хорошо Если вы начнете играть между ягрицей, попой и так далее Пытаться облокотиться куда-то вбок Вы упадете Поэтому задача удерживать прям ровную линию От плеча через бедро целиком ступню Вывести колени Затянуть колени Просто повторяем За мной глазами смотрим и повторяем Вот, хорошо Плечи удерживаем ровно сверху Активнее, активнее прям Еще колени больше вперед Вот, вот, сейчас хорошо Как бы это странно ни звучало Но необходимо научиться делать это на месте без сноуборда Потому что пока вы не почувствуете, что делают колени Вы будете постоянно пытаться давить на колени Либо на попу Колени вышли из тела Да Хорошо Нет, спать его Если вы помните предыдущий урок Работа с опорами Для того, чтобы выталкивать доску вперед Мы создавали опору от данной части таза Через коленку в мизинчик, верно? И, соответственно, если вы хотите увеличить давление в доску То можно немножко распрямить коленочку Для распрямления коленочки Вам, опять же, надо найти вот здесь вот связочку И немножко ей затянуть коленку в себя То есть, смотрите, находим мизинчик от бедра К коленочку вся втягиваем Получится эффект, что вы на эту ножку сильнее надавите Задача удержать вес именно на бедре Вот И в этот момент давление много усиливается, видишь? Еще распрямляем Вот, хорошо Задача найти правый мизинец Развернуть к нему бедро И в него распрямлять ножку Вот, хорошо И то же самое на заднем На заднем находим Ягрицу задней ножки, пяточку И от ягрицы коленочку втягиваем в направлении уголка пяточки Это позволит нам усилить давление Для этого развернуть спиной к слону Андрей, разворачиваем спиной к слону Находим, к примеру, правую ягрицу И от ягрицы втягиваем коленку Упираясь во внешнюю зону правой стопы Это позволит ваше тело Приподнять вверх и, соответственно, весь ваш вес вот от этой половинки Распрямляем ножку Вот, и вот сюда давление усиливается, чувствуешь? Данное давление нам нужно для того, чтобы усилить продавливание сноуборда В самой фазе поворота И выдавливаем ножку Естественно, сложно Еще раз Хорошо Таким образом мы будем создавать давление А как же заставить свой вес перейти на другую ногу? Если я, к примеру, распрямлю заднюю ножку и буду себя держать А далее в какой-то момент эту коленочку расслаблю, моя масса Что ты захочешь сделать? Упасть вниз, верно? Пробуем делать то же самое Распрямили И коленку просто расслабляем, даем массе падать А что будет, если мы так же? Распрямим ножку Расслабим А в процессе, когда наше тело начнет на эту ножку опускаться Коленку заблокируем Масса сможет продолжать падать, если мы это колено заблокируем? Андрей Нет И произойдет следующее Распрямил Расслабляю, блокирую Как только я заблокирую ногу По инерции моя масса найдет новую свободную ножку и перескочит Встали на правую Распрямили Расслабляем Блокируем колено И куда вес пошел? На переднюю ногу, верно? Андрей Именно поднимаем массу вверх Распрямляем ногу Расслабляем коленку Блокируем ее Вот и вес сам перейдет То же самое на переднем канте Если мы поднимемся ножкой А далее расслабим колено и ничего не сделаем То есть колено останется мягкое То мы повиснем на этой ноге Но если в процессе, когда наше тело опускается вниз Мы коленочку заблокируем Наша масса будет вынуждена уйти на другую ногу В данном случае мы просто вспоминаем физику И путь наименьшего сопротивления любого усилия То есть если ваши усилия В данном случае инерция от падения Распрямляем ножку Распрямили Расслабляем Коленку Вот все Оно прямо отталкивает Если вы создали инерцию Ваше тело начало опускаться к ножке И далее вы заблокировали ее Инерция будет вынуждена найти наиболее свободный способ перемещения В данном случае вторую ногу Которую вы не используете И соответственно не напрягаете То есть в обычной жизни Если вы шли на ножку и заблокировали То ваш вес сразу идет на другую Просто попробуйте Облокачиваемся на ножку И ноги коленочку раз заблокировали Вас отталкивает на другую А вы пробуйте сделать то же самое Но остаться при этом на согнутых ножках И тогда на согнутых ножках вес также перейдет Опускаешься к задней ножке И ножку раз Вот заблокировала Опускаешься к передней И ножку заблокировала То есть в данном случае даже чем-то похоже на боевое искусство Когда вы опускаетесь к ножке И заблокировали вес ушел К ножке заблокировали И это будет не что иное, как разгрузка вниз, то есть наша задача в разгрузке вниз не сесть в доску, а сделать так, что распрямить долгу, соответственно, упереться, усилить давление, а после, постепенно ослабляя коленочку, дать нашей массе падать на эту ногу, после чего ножку заблокировать, и наша масса сама перевалится. Если вы специально попытаетесь сесть попой, то чересчур сильное давление на задний кант может помешать поворот, и вы можете завалиться. То, что обычно и происходит, да вы делаете разгрузку вниз, пытаясь именно сесть. Попробуйте именно сесть. Да, вот, молодец. Проще получилось упасть, верно? Пристегиваем доски и сейчас попробуем подводящее упражнение поделать. Итак, первое упражнение, которое мы с вами сейчас поделаем, будем двигаться на переднем канте в одну, после в другую сторону, и удерживая, соответственно, рычаг передней ноги, это внутренняя часть таза, коленка, развернутая в направлении мизинца, то есть не надо наклоняться, мы именно развернуты в направлении мизинца, но остаемся в центре. И вот от этой части таза наша задача будет коленочку выпрямить в направлении мизинца, удержав весь вес на этой части таза. То есть, очень частая ошибка, человек в момент распрямления колена, когда у него появляется это давление, дает себе уйти на другую ногу. Нам этого делать не нужно. Наша задача именно удержаться спереди, распрямить ногу и удержать себя также на этой ноге. Это позволит усилить давление именно на переднюю ногу. Показываю упражнение. После чего мы коленочку ослабляем и возвращаемся обратно в это же положение. Коленочкой выдавили, расслабили. Выдавили, расслабили. Когда вы начнете это делать, вы почувствуете, что в момент выпрямления и удержания веса внутри таза давление на доску будет усиливаться. Давление усиливаем и ослабляем, возвращаемся на ту же ногу. Давление усиливаем, ослабляем. Пока не блокируем ногу, так же делаем на правую ногу. Находим правую часть таза, коленку, мизинец. И в движении коленочку вытягиваем. Это усиливает давление на доску, она разгоняется быстрее. Ослабляем. Едем в левую сторону, находим левую ножку. Усиливаем давление за счет распрямления. Ослабляем. Усиливаем. Ослабляем. Пока нет задачи поворачивать доску. Задача именно научиться упираться в доску за счет прямой ноги. На левую ножку весь вес и от левой ножки коленочку в мизинчик выпрямляем. Выпрямляем, да. Вот, ты чувствуешь, доска быстрее поехала. Расслабляем коленочку, она медленнее поехала. Опять выпрямляем. Расслабляем. Супер. Выпрямляем, упираемся, надержим вес. Ослабляем. Смотрим вправо, переходим на правую ножку. И от этой косточки коленочку выпрямляем мизинчик правый. Вот, доска поехала быстрее. Ослабляем. Выпрямляем. Упираемся в доску прям. Ослабляем. Попробуй сама. Упираемся ножкой в доску Вот, и ослабляем ножку Опять упираемся Ослабляем вправо Да, Алина делает это движение вообще первый раз Вообще разгрузку первый раз Распрямляем ножку Вот, хорошо, отпускаем Распрямляем Отпускаем, молодец Упираемся в ножку Прям вот, держим вес на этой же ноге Еще раз упираемся Хорошо, хорошо Молодец, все супер Сейчас поделаем данную работу на заднем канте А что именно? Мы найдем заднюю ножку, массу будем держать между ног посередине, при этом немножко расслабившись, облокотившись в направлении задней ягрицы. Это мы учили на предыдущих уроках. Под задней ягрицы также найдем колено и внешнюю зону задней пятки. И необходимо будет в момент движения немножко от ягрицы коленочку выпрямить, уперевшись на пятку, но также оставаясь на этой же части ноги хорошо весом. После того, как доска зарежется чуть сильнее, расслабить ножку и продолжить ехать в том же направлении с меньшим давлением. Показываю. От ягрицы распрямляю ножку, упираюсь в пятку, доска начинает давиться, не ослабляя. Убеждаюсь, что никого нет. Опять нахожу траекторию, создаю давление, доска начинает въехать быстрее. Ослабляю колено. Натягиваю, ослабляю. Разворачиваюсь на правую ногу. Вот задние ножки, сижу на ней, распрямляю ногу, создавая давление. Ослабляю колено. Колено распрямляю. Ослабляю. Каждый раз, да, я ослабляю колено, вы можете заметить, что мое тело немножко садится. Ученики. Ножкой уперлись, распрямили полностью. Ослабили давление. Правую сторону. Все, поехали, право. На левой ножке ножкой уперлись в кантик. Прямо распрямили, а расслабили. На левой ножке остаемся. Распрямили. Распрямили, держимся на левой. Ослабили. Распрямили. Ослабили. Только, Андрей, в чем ошибка? Если вы сейчас внимательно смотрели на Андрея, вы могли заметить, что у него в момент ослабления колена он также наклонял плечо. Стараемся избежать данного действия, потому что нам необходимо удержать стойку ровно. Корпус ровно. И только от ягрицы ножку выпрямили. Вот. И ослабили. Выпрямили. Ослабили корпус, плечи не заваливаем. Ослабили. Вправо едем. Держим плечи ровно. Левую коленочку распрямили. Вот. И остаемся в левой ножке. В левой. Останьте вот здесь. Вот. И до доска встанет на кант. Немножко ослабили ножки. На правой ножке. И от правой ножки распрямляем ее в правую пяточку. Вот. Доска поехала. Чувствуешь быстрее? Расслабили коленочку. Опять распрямили ее. Вон, доска поехала. Расслабили. Вправо смотрим. На левую ягодичку перешли. И от левой ножки работаем. Левую ножку распрямляем. Распрямляем. Налево остаемся. Расслабили. Расслабили. Левую ножку распрямляем. Расслабили. Попробуй самостоятельно. Правой ножкой уперлись в доску. Расслабили. Правой уперлись. Расслабили. Хорошо. Когда ты распрямляла ногу, и если ты при этом упиралась во внешнюю зону стопы, то нога начинала с большей интенсивностью выдавливать из-под вас доску. Соответственно, поэтому она начинала разгоняться быстрее. Когда колено расслабляло, масса уходила целиком на всю заднюю ножку и, соответственно, распрямлялась чуть более равномерно, поэтому доска начинала терять скорость. А сейчас мы сделаем следующее. Распрямим ногу, далее расслабим, и в процессе, когда ножка начнет сгибаться, она же сама сгибалась. В какой-то момент ножку, на которой я села садиться, просто внутри самого колена заблокируем. Ощутим коленку и просто перестанем двигать. И как только вы это сделаете, вы заметите, что ваш вес сразу перескочит на другую ножку. Сейчас покажу сначала самостоятельно, потом помогу вам и поотрабатываем хорошо. Двигаюсь на переднем канте, вешу на передней ноге. Соответственно, начинаю от передней ножки немного распрямлять опору, оставаясь на ней. После чего колено плавно отпускаю и блокирую. Как только я это сделал, мой вес сам перешел на заднюю ногу. Теперь от задней ножки распрямляю ножку, чтобы усилить давление. Расслабляю коленку и блокирую. Все, как только я заблокировал колено, вес сам перешел. Ни в коем случае не пытайтесь переносить вес специально, это задача инерсии. Распрямляем ногу. Далее немного ее ослабляем и блокируем колено. Как только вы это сделаете, доска повернет. Вы можете заметить, что доска начинает поворачивать только после того, как я блокирую сгибание колена. То есть она не должна перекантовываться до момента, пока вы ножку не остановите. Если ваша доска начинает перекантовываться еще до того, как вы начали сгибать колено, значит вы повернули доску каким-то старым другим способом, а не разгрузкой вниз. Отдельно опору на переднюю ногу, отдельно на заднюю. Это нам позволит после того, как доска повернула, немножко найтись быстрее на той ножке, на которой мы оказались и упереться. Но об этом Алина вспомнит чуть больше, когда каким-то образом доска сама повернет. Левую ножку постепенно распрямим, упрись в досочку. Супер. А теперь аккуратненько ослабляй коленку и заблокируй ее. Все, доска поворачивает. Заднюю ножку распрямляем, чтобы себя поймать. Распрямили. Теперь заднюю коленочку плавно отпускаем и блокируем. Все, вес пошел. Аккуратно распрямляем переднюю ножку, упираемся. Теперь ее расслабляем и блокируем. Все, просто ждем. Задние ножки себя поймали, распрямили заднюю ножку. Нет, не отталкивайся, подержи себя на задней прямой ножке. На задней прямой подержи, дай доске поехать. На прямой. Теперь расслабляй заднюю коленку и блокируй. Да, супер. Левой уперлись. Расслабили. И внизу заблокировали. задней ножкой себя приподняли расслабили внизу заблокировали хорошо а сейчас с андреем с алиной спасло то что она училась только со мной и соответственно достаточно быстро поняла потому что не было заученных старых техник андрей уже инструктор поэтому с ней будет чуть сложнее правую ногу распрями расслабь колено заблокируй и дать телу сам вот она сама перейдет не помогай чем меньше ты помогаешь тем проще телу пройти расправляем заднюю ногу расслабляем ее и левую коленку не ты заранее давишь на перейдем ногу сейчас в чем проблема из того что андрей сразу садится на переднюю ногу из-за этого он не успевает за раскантовать заднюю и так у него задняя нога закантована ему приходится гораздо сильнее давить переднем бедром чтобы не просто шутку вперед а предварительно еще победить ту закантовку которую он забыл рас контактовать если же он на задней ножки распрямить ногу далее к ней опустится и заблокируют колен то весь вес уйдет на правую ногу и сзади уже нечем будет бороться правую расправляешь расслабляешь и внизу блокируешь и просто ждешь вот просто ждешь внизу вот вес уже сзади на задние ножки поднялись расслабили и плавно заблокировали ногу и вот и он сам пройдет да вот эту ногу распрямляем расслабляем блокируем супер вот сейчас хорошо если вы чувствуете что доска начала перекантовываться строго поставок заблокировали колено то это разгрузка вниз соответственно ваше тело ушло вниз колено заблокировали инерция перешла если вы чувствуете что ваша доска начинает перекантоваться еще до того, как вы прекратили сгибать колено. Значит, скорее всего, вы сделали разгрузку вверх, а после, для того, чтобы сомментировать разгрузку вниз, начали сгибать колено. В нескольких случаях, так как Андрей уже достаточно много накатывал разгрузку вверх, у него автоматически, для него незаметно зачастую он перекантовал доску тем, что именно отталкивал себя прямой ногой. Если мы ножку распрямляем, то наш вес тоже уходит на заднюю ногу, если мы не удерживаем специально вес на этой ноге. И это дает нам перекантовку, но это разгрузка вверх. При этом вопрос, ты заметила, что доска сама поворачивает в нижнем положении? Если не пытаться специально что-то делать, баланс не теряется. Вот Андрей заметил, если пытаться вес сопровождать, то можно сопроводить его лишнего и уйти дальше, чем на ногу, соответственно, что приведет к опрокидыванию. То есть ваша задача дать ножкам и вашему организму именно сработать максимально правильно, потому что ваш организм хорошо чувствует ваш баланс. Если вы расслабляете ногу, блокируете, он уйдет на ногу ровно столько, сколько нужно, чтобы удержать вас в балансе. А если это движение вы сопроводите специально, то вы рискуете пройти лишнего. То есть опускаясь с задней ноги, расслабляете ногу, блокируете и ваш вес сам уйдет ровно на всю стопу. Именно это даст максимальную опору. Но если мы специально, разгибая колено, заблокируем, а потом сопроводим, мы можем уйти дальше стопы, что придет давление уже в другую сторону и, соответственно, опрокидывание. В чем принципиальное отличие разгрузки вверх и разгрузки вниз с точки зрения применения? Разгрузка вверх, мы работаем вверх, соответственно, это позволяет поднять вес на всю ножку, раскантовать доску. После в верхнем положении вес плавно смещается на другую ногу и доска начинает поворачивать. Этот элемент мы используем, когда хотим перекантоваться, у нас достаточно времени есть для этой работы. И, как вы замечаете, доска сначала раскантовывается, потом едет на плоскость, и потом закантовывается. В разгрузке вниз сам процесс перекантовки происходит намного динамичнее, по той причине, что масса гораздо ближе к доске. Для того, чтобы спуститься вниз, вы расслабляете колено, далее блокируете и та инерция, которая уже идет вниз, очень динамично передавливает вас на другую ногу. То есть за счет того, что мы используем инерцию, которая пытается вас прижать, процесс перехода Происходит гораздо быстрее То есть разгрузка вниз выглядит следующим образом Как можете заметить, давление в ногу меняется очень быстро В то время, когда в разгрузке вверх У вас есть так называемый момент зависания Или долгий переход В котором необходимо чего-то ждать Помнишь это ощущение? И это основное отличие Разгрузка вниз позволит вам очень быстро перенаправить доску в другом направлении Не дожидаясь вот этого плавного перехода Когда уже наконец-то масса вернется на ногу Сейчас, соответственно, можно поделать упражнение Для того, чтобы закрепить данное ощущение Дело в том, что очень частая ошибка Это когда вы пытаетесь выполнять новый элемент И в своих мыслях уже видите, что вы повернули Потому что как только в своих мыслях вы видите, что вы повернули Ваш организм говорит, так точно И использует старые способы повернуть И, соответственно, пока вы будете думать о разгрузке вниз Чтобы повернуть плюс о каком-то повороте В принципе, о повороте туда Вы не сделаете новое движение Потому что ваш организм уже будет готовиться вам помочь по-старому Поэтому в ваших мыслях не должно быть поворота Ваша задача попробовать прочувствовать именно саму работу ножки, что вы себя ей держите, расслабляете, блокируете. И без мысли о повороте вы заметите, что у вас и тело само начнет туда уходить. Поэтому сейчас сделаем следующее упражнение, если мало ли у вас не получается. Называем его гирлянда, как и в предыдущих старых уроках. Разворачив доску в диагональ на склону, начинаем распрямлять ножичку, держим себя ей. После, продолжая двигаться в ту сторону, расслабляем коленку и на секунду блокируем. Как только доска, соответственно, начинает уезжать вниз, это говорит о том, что нас весут на задней ножки. Молодцы, вы справились. Распрямляем ножку, возвращаемся на переднюю и продолжаем ехать в ту же самую сторону. То есть наша задача несколько раз при помощи данного движения попробовать добиться того, что она сама перейдет на заднюю и вес начнет входить. Но как только это произойдет, возвращаем доску обратно в траекторию вправо, чтобы в ваших мыслях не было желания развернуться на задний кадр. Данное упражнение является техническим и мы его используем, если чувствуем, что у нас постоянно идет спешка и попытка перекантовать доску до момента выполнения этой работы. Если у вас разгрузка вниз начала получаться хорошо и без него, в принципе, это упражнение можно опустить. Разгрузку вниз наработайте, выглядеть будет она следующим образом. Ножку выпрямили, ослабили, повернули. Ножку выпрямили, ослабили, повернули. Необходимо выполнять эти упражнения, максимально исключив любые ожидания и попытки заранее бежать мыслями вперед для того, чтобы именно почувствовать, что определенные взаимодействия определенных суставов в определенном порядке вызывает определенные действия. Когда вы это сделаете, в вашем мозгу появится еще одна извилина, которая будет говорить, что, о, а если вот так вот расслабить колено, а потом его заблокировать, это же вызовет поворот. И, соответственно, он поймет, что можно сделать таким образом и не пытаться помочь себе плечом развернуть себя куда-то в поворотик. Ну, поначалу сложно, но надо нарабатывать. Верно, смотрите, разгрузка вниз это достаточно сложный элемент, но очень легкий, когда вы его почувствуете. Дело в том, что слова сложный и простой обозначают, сколько действий необходимо сделать. В то время, когда легкий и трудный, количество затрачиваемых сил. Андрей? Надо нарабатывать практику. Отличается от того, что обычно делал? Да. Итак, сегодня мы с вами разобрали новый поворот. Попрошу вас отнестись к нему максимально детально и напомню, что почувствовать его можно на месте. Ножку расслабили, заблокировали и ваш вес сам, как автодаводчиком, должен перейти. Ножку расслабляем, блокируем. Оп. Заднюю распрямили, расслабили, заблокировали. Оп. Распрямили, расслабили, заблокировали. Да, все, я вижу, вы почувствовали принцип. Молодцы, давайте в петюле. Сегодня мы с вами разобрали более сложный элемент. Надеюсь, вам он понравился, вы его отработаете на склоне. А после того, как вы почувствуете коленки и начнете работать ими глубже, можно будет применить его в карвинге с точно таким же принципом. Ребят, по поводу разгрузки вниз и вверх. Не смотрите, что мы выполняли работу не очень амплитудно. Здесь главное почувствовать принцип. Неважно, большая работа, глубокая, либо не очень. Главное, чтобы была правильная последовательность. Расслабил ногу, она сгибается, заблокировал. Если в нижнем положении доска перекантовалась, это разгрузка вниз. После того, как вы этот принцип почувствуете, а также будете больше кататься, расслабление ножек вам станет даваться больше, больше и больше. И постепенно эта работа превратится в очень глубокую, из очень глубокого положения, соответственно, выдавить себя, расслабить, перевести. В данный момент это всего лишь вопрос практики, наработки и оттачивания. Сегодня с вами были Илья Косиченко, инструктор международной категории. Алина, девушка, которая катается всего четвертый урок. И Андрей, уже опытный инструктор. И мы разобрали с вами разгрузку вниз. До новых встреч!